ну что я думаю что о press and hold advanced controls так если нажать хочу отлично все замечательно хорошо ну вот слава богу я думаю что больше у нас тут хулиганов не будет и так простите ради бога все кто тут присутствует караул вроде бы с одной стороны эти технологии должны нам помогать они реально мешают но ничего зато те кто с нами по настоящему с нами они будут с нами значит еще сказал а вайперехи монах не удерживающий языка своего во время гнева никогда не удержит своих страстей то есть если человек не обуздал свой язык да то и другие страсти он тоже не удержит вот кстати говоря именно в этом есть смысл почему есть пост вообще да понимаете да чем я говорю потому что пост на самом деле это упражнение для души а то есть как бы человек который постится он учится самоконтролю самообузданию до такому самоограничению вот и поэтому здесь он так говорит да то есть только тот кто во время гнева языка своего не держит за зубами ничего другого тоже не удержит к сожалению еще сказал слово лукавое да не произносит уста твоей виноград не производит терния на то есть как бы если хочешь быть виноградом то тогда пусть всякой гадости из твоих уст не исходит даже если враг ломится в ум твой да ты не пускай его еще сказал хорошо есть мясо и пить вино и не снидать в оклеветании плоти брата то есть получается так что я это переведу немножко на другой лучше есть мясо и пить вино даже в постный день чем поедать своих друзей да то есть как бы и своих близких критикой так скажем да и вот так гневным осуждением это именно вот то помните про что я вам рассказывал да когда патриарх алексей первый сказал когда его спросили как поститься великим постом и посмотрел на своих духовных чад и сказал друг друга не ешьте вот сейчас мы немножечко поправим туда хорошо еще сказал нашептывающий змей изгнал еву из рая подобен сему бывает наговаривающий на ближнего он погубляет душу слушающего и не спасает своей ну то есть тот кто шепчет на своего там близкого да уподобляется врагу старец сказал лев силен но когда чрево вовлекает его всей то вся сила его смиряется ну понимаете да чем здесь идет речь скажем так если ты идешь по улице и все хорошо и ты ничего не трогаешь чужого все в порядке но если твое чрево тебя дергает за то чтобы ты там стащил у кого-то на рынке что-то тебя тут же и уведут совсем не в том направлении в котором ты собирался идти да поэтому как бы обуздать чрево это значит найти свободу скажем тогда потому что тот кто служит своему чреву уже не свободен старец говорил демона чревоугодия проводи обещанием говоря подожди не будешь алкать ну то есть не будешь голодным да и тем с большую осторожностью ешь и чем более он будет побуждать тебя тем большую правильность наблюдай в пище ибо он так побуждает человека что сей желает как бы поесть да то есть как бы вот а ты воздерживайся когда приходит к тебе вот это вот идея да ты себя держи в руках однажды в скиту был праздник одному старцу поднесли стакан вина отказавшись от него он сказал возьмите от меня эту смерть увидев это и прочие идущие с ним также не приняли вина ну то есть как бы раз старец не взял да то как уже не ученики никто все остальные тоже отказались кстати говоря по моему мы здесь читали или где-то про воздержание тоже потому что принесли масло братья там скида сосуде и кто-то там его увидел передал другому и там через неделю или сколько оно нетронутое пришло к нему опять то есть она по всему скид проходила и никто его не ел да ну растительное масло такие все были воздержники постники в другой раз принесен был туда же сосуд с вином во время начатков с тем чтобы раздать братьям по стакану когда один брат хотел убежать от него в толос толос развалился собравшиеся на шуму видали брата поверженными начали порицать его говоря хорошо случилось с тобой тщеславный ну а вас защищал его и сказал оставьте сына моего он сделал доброе дело и жив господни восстановится толос сей во времена мои дабы понял мир что через стакан вина разрушился толос в скиту это видимо какое-то здание то ли как бы хранилище какое-то или еще что-то да то есть он побежал туда прятаться и развалил его ведь так он быстро активно прятался один брат разгневавшись на другого стал на молитву прося чтобы бог дал ему долготерпение в отношении к брату и чтобы искушение это прошло без вреда и в то же время видит дым исходящий из уст своих вместе с тем прошел его огни то есть он попросил у бога терпение да попросил чтобы искушение прошло и как дым она все ушло от него бог забрал услышал его молитву вот иногда люди молятся типа накажи его это конечно неправильный способ болится на нужно молиться за своих обидчиков чтобы господь их спас и вразумел наставил на путь истины а не чтобы их там наказал однажды пресвитер скидский ходил к александрийскому архиепископу когда он возвратился в скид братья спросили его в каком положении город он отвечал поистине братья я не дал другого лица человеческого кроме архиепископа услышав это они подивились и были убеждены поступком его что нужно хранить очень своей от рассеянности это вот помните я вам рассказывал да у них была такая древняя одежда куколь называется да типа как капюшон вот он шел в этом капюшоне и смотрел четко себе под ноги ни на кого не смотрел пока не пришел к архиепископу старец сказал дьявол старается усиливать худую наклонность монаха чтобы таким образом она укореняясь долгим временем получила силу природы особенно это бывает с беспечнейшими и так воздерживайся от всякой пищи которой ты желаешь по ее запаху особенно будучи здоров и не ешь того к чему влечет тебя аппетит но вкушая то что пошлет тебе бог благодаря его каждый час мы с не даем малые хлеба монахов вместе с тем вкушаем всякий покой а на деле не исполняем обязанности монашеских и думаем что сделали с монахами не мечтай не принимай на себя чужой вид говори самому себе брат имей свою печать то есть смирение ну если так подумать о чем здесь говорится да то конечно как бы через воздержание пищей нужно стремиться быть истинным монахом ну поскольку мы здесь не монахи для нас как бы да мы должны быть истинными христианами слава богу тут я так смотрю у нас особенно наверно кроме меня никто обжорством не страдает так что все хорошо один старец пришел к другому старцу сей сказал ученику своему свари нам немного чечевицы ну все знаете что такое чечевицы да такие на бобы похожие такие приплюснутые он сварил и размочил хлеб они пробыли в беседе о духовных делах до 6 часа следующего дня 6 час следующего дня это полдень старец говорит опять ученику своему чада свари нам немного чечевицы я вчера еще сварил отвечал ученик и старше они начали есть то есть вот так они были увлечены своей духовной беседы да как бы попечением о своей душе что забыли про ужин про все да ну что мы читаем такие космические высоты да вообще конечно же некоторые и и древние отцы говорили о том что люди в наше время ну как бы то в поздние времена будут слабее и по-моему даже гнать и бренчанинов писал где-то что если почитать сколько хлеба ели древние монахи там три литра помогали сколько да он там такую цифру называет но это древняя такая единица измерения не не имеется ввиду литр жидкий и из этого видно что реально они были сильными людьми да то есть они хорошо ели и очень сильно работали мы намного слабее поэтому конечно же нам скажем так ну не приходится мечтать вот скажем буквальном повторении их подвигов я бы сказал что в некотором случае это даже будет опасно или для физического здоровья или для духовного потому что если кто-то умудрится это все-таки сделать может возгордиться серьезно и повредиться да таким образом но в целом я должен сказать так что конечно же ну не знаю насколько вы может быть испытывали такое в своей жизни я например своей жизни заметил что если серьезно чем-то увлечен духовной беседы или еще какой-то да говоришь о чем-то общаешься все пройду забываешь правда и реально так с человеком бывает человек может целый день работать если он вовлеченно работает он видит что дело спорится да у него идет все хорошо все он даже не остановится на обед это может проработать целый день потом кто-то придет скажет слышь ты не голодный он так если остановится а ой и тогда да тогда там сразу будет чувство такое все со стола подметет вот поэтому конечно как бы нам нужно все делать с умом и подвязаться с умом да но с другой стороны читать это святых отцах конечно нужно потому что это должно быть и где-то в голове в уме и на памяти должно быть как некий такой пример если они так жили то как же мы должны жить если мы не можем но полностью следовать их и дело то хотя бы чем-то подражать мы конечно должны стараться другой старец пришел к одному старцу сей сварив несколько чечевиц и сказал совершим малое молитвословие и один из них прочел всю псалтырь вы отдаете себе отчет да в том что это 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 как минимум там парочка а то и троечка часов да да даже вот видите да да даже больше ну там зависимость от того как он быстро читала если он еще читал очень умилительно то могло и все пять часов занять да значит а другой наизусть прочел больше а прочел двух больших пророков наизусть здорово да так если это исайя то это 70 с лишним глав там по 8 6 глав у пророка исаида в общем серьезно значит когда настало утро пришедший старец удалился они забыли и о пище то есть читали псалтыр читали пророков и есть вообще забыли даже не стали куда другой ушел значит взалкал однажды утром некоторые брат и боролся со своим полу помыслом проголодался чтобы не вкушать пищи и до третьего часа третий час это 9 часов утра значит он решился терпеть а когда настал третий час он решился терпеть до шестого часа до 12 когда же наступил шестой час он размочил хлеб и и седший вкусить опять стал и сказал потерплю до девятого часа до трех часов где настало девятый час и старец сотворив молитву сидит а видит силу дьявола как дым выходящий из недра его таким образом миновалась его алчба голод прошел то есть вот он так откладывал 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 потом уже не надо все да да не себя свою чреву один старец был болен так как он в продолжении многих дней дней не мог принимать пищу это ученик его просил произволение приготовить ему немного сладкой похлебки он ушел приготовить и принес вкусить там стояло два сосуда в одном из них было немного меда а в другом масло из льняного семени она имела дурной запах и упадом употреблялась только на светильники нужно сжигали только там же она уже была прогоркшая знаете да масло портится растительное прогоркает брат ошибся из этого сосуда налил в пищу старца то есть вместо меда на ли не нового масла прогоркшего старец вкусил и не сказал ничего но ел молча брат упрашивал его вкусить еще немного и он вкусил с принуждением брат предлагал ему и в третий раз но он не мог пустить и говорил поистине не могу чада ученик желая убедить его говорил добрая пища а вот и я вкушу с тобою как скоро вкусил то узнал что сделал пал на лицо свое и сказал горе мне а вы я погубил тебя и ты возложил на меня грех мой потому что не сказал мне ну как бы надо было сразу сказать что испортил да старец отвечает не скорби чада если бы бог хотел чтобы мы ели то влил бы ты меда ну как раз бог распорядился иначе значит есть не надо вот видите какие были люди да то есть он ему дали испорченную еду он ел молча ничего не говорил смирялся рассказывали об одном старце захотелось ему съесть огурец взяв его он держал пред своими глазами и не будучи побежден похотью он раскаивался укращая самого себя что при всем этом имел пожелание то есть как бы подержал подержал и отложил однажды брат пошел в монастырь посетить свою больную сестру она была исполнена верой и не позволяя себе видеть мужчину не согласилась чтобы родной брат по причине болезни и и вошел в среду жен о чем и дала знать сказав ступай брат мой помолись о мне и по благодати христа я увижу тебя в царстве небесном вот кстати говоря чтобы никто не говорил что православные какие-то жены ненавистники то что обычно это всегда идет повествование такое что мужчины не пускает себе женщин когда тут вы видите друг совершенно обратное да что даже сестра не пустила к себе брата чтобы не было никаких искушений хорошо воистину воскресе вот кстати говоря комментировать могут только те кого за кем я следую это значит наши вот однажды инок встретись на пути с монахинями уклонился с дороги а я вам это рассказывал помните да игумене сказала ему если бы ты был совершенный монах не смотрел бы на нас как на женщин то есть да она его пристыдила если бы ты был настоящий монах ты бы прошел мимо не переходя ну как бы другую сторону дороги да просто бы даже бы не понял что мы женщины не обратил бы внимание однажды отцы пошли в александрию будучи приглашены архиепископом феофилом сотворить молитву и совершить священное действие ну священное действие наверное литургию служить да то есть как бы к нему пошли когда они вкушали с ним пищу то было предложено телячье мясо они ели нисколько не рассуждаем архиепископ взяв один кусок мяса предлагал его сидящего близне его старцу говоря вот хороший кусок съешь авар старцы сказали на это до сего времени мы ели овощ если это мясо то не станем есть и ни один из них не стал более есть ну вот кстати там помните было тоже похоже да про то как он сказал вот это хорошо прожаренный кусок да то как бы тот говорит я никогда не с тех пор как стал монахом на вот похоже на это но тут тоже такой момент до что они сели и ели то что им было поставлено когда уже как бы назвали мясом да у нас все хорошо брат принес в келью свою свежих ломтей хлеба и созвал один стол старцев подвижников когда каждый из них съел по два ломтика перестали есть брат видя подвиг пощения их поклонился до земли и сказал господа ради едите сейчас пока не насытитесь и они съели еще по десяти ломтиков и так вот сколько сверхнадобности господа ради съели истинные подвижники ну то есть как бы им больше и не надо было но они поскольку их он попросил ради бога да то они тогда поели сверхнужды утешили его один старец сказал некогда в сильной болезни так что у него изнутри извергалось мной а страдал простите я сказал сказал что один старец страдал некогда в сильной болезни так что у него изнутри извергалось много крови в это время у одного брата случилась сухая древесная почка сварив кашицу он опустил в нее почку принес старцу и просил его вкусить, говоря, окажи мне любовь, вкуси. Это, может быть, поможет тебе. Старец, посмотрев на него внимательно и долго, сказал, поистине желал бы я, чтобы Бог оставил меня в болезни этой еще на 30 лет. И при такой болезни старец не хотел принять даже малую часть с кашицы. Брат взял кашицу и ушел в свою келью. Но здесь, ребята, надо как бы некий такой фон, да, и контекст понять, что не просто он хотел болеть просто так, да. А есть такое у православных осознание, что человек своими страданиями очищает свою душу, да, он избавляется от каких-то страстей, прощается его прежние грехи. И вот поэтому он говорил, что хотел бы я, чтобы я пробыл в этой болезни еще 30 лет, то есть чтобы все мои прежние грехи простились. Не просто так, знаете, вот ради того, чтобы я болел, болеть, да. Причем еще как бы помните, я вам рассказывал историю, да, которая в луге духовном написана, когда святые Иоанн Мосс и Сафроний, будущий патриарх Иерусалимский, ходили по Палестине, собирали душеполезные такие вот рассказы, да, там, поучительные истории. И помните, они видели, как молодая женщина в храме молилась там, со следами рыдала, там, била себя в грудь. Ну, такое как бы зрелище небольшое, да. А служанка стояла поодаль. И они ее спросили, что с твоей госпожой? Ну, она такая богатая, красавица, да. А служанка говорит, ну, вот у нее горе, у нее муж умер, она молодая. И за ней тут один солдат начал ухаживать. Она не хочет изменять своему покойному мужу, не хочет, как бы, грешить, да. Поэтому просит, чтобы Бог послал ей какую-то болезнь, чтобы она не могла грешить. Но они пришли там через неделю, и когда опять в рамвы этот видят, что, значит, служанка уже без госпожи там молится. И они говорят, ну, как, госпожа твоя? Слава Богу, Бог ее услышал. Она в кровати больна, там, значит, с горячкой, да. Ей уже теперь не до ухажера. Вот. То есть, и вот, может быть, в какой-то степени старится именно поэтому. Ему тоже хотел, чтобы болезнь продлилась, потому что болезнь – это одно страдание. Когда приходит одно страдание, то, сами понимаете, отходит в сторону немного другое, да. Поэтому, если его или блудная страсть очень смущала, или там, например, там, не знаю, обжорствовала, или еще что-то, пришла вот эта болезнь и вытеснила эти две другие, да. То есть, он страдает физически, но уже те его не искушают. Но пока он болен, да. Сами понимаете, больному человеку, там, не доблуда. Ему бы лишь бы выздороветь, да, скажем так. Вот. И поэтому он, вот, я бы 30 лет бы терпел бы эту болезнь еще, да. Может быть, вместо еще чего-то другого. То есть, так, разные ракурсы. Другой старец жил в дальней пустыне. Однажды пришел к нему брат, который нашел его в болезни. Он, взяв, умыл его, сделал из своего приношения немного варева и давал ему поесть. Старец говорил ему, поистине, брат, я забыл, что люди имеют такое утешение. Брат принес ему потом стакан вида, вина, простите. Увидав его, старец заплакал и сказал, я не намерен пить вина до самой смерти. Вот. Ну, то есть, как бы, вот он все остальное принимал, да, с благодарностью, а от вина отказался. Все-таки вино, вино, такая вещь интересная. Я, знаете, сегодня слушал подкаст по психологии совершенно, к церкви не имеющей отношения. Там такой довольно интересный и опытный психотерапевт, психолог, он говорит, как бы, о теневых проявлениях, да, в отношениях людей, личностей. И, между прочим, говорит, что происходит иногда там на корпоративах, да, люди упиваются, и то, что они в себе подавляли, оно начинает вылазить наружу, потому что человек в состоянии опьянения, он уже себя не так контролирует, как человек трезвый, скажем так, да. Так вот, представьте себе, что такое монашеское житие, да, то есть, как бы, это постоянное подавление всяческих стремлений и желаний, да, ну, не подходящих, скажем, да, там, нелицеприятных для монаха. Поэтому, конечно же, монахи вот таким образом избегали вина, хотя бы потому, что боялись, чтобы, утратив над собой контроль, не поскользнуться в какой-то еще больший грех. И помните, да, я опять повторюсь, простите, так сказать, за то, что повторяюсь, но очень назидательная история, да, о том, как некий монах с бесом боролся 10 лет. Помните, да, я рассказывал? И бес приходит уже к нему наяву и говорит, слушай, ты меня уже вымотал, ну, уже просто сил нет. Давай договоримся, я тебе предложу три греха, совершаешь один, я тебя навсегда оставляю в покое, больше я тебя не трогаю. Ну, конечно, это был лукавый обман, и не надо было монаху вестись на это. Но монах, к сожалению, как бы, он подскользнулся. И спросил, а что за три греха? Он говорит, ты можешь напиться, ну, допнино, да, ты можешь совершить блуд, там, при любодеянии, и можешь совершить убийство. И несчастный монах, как бы, он обманулся, он подумал, ну, я напьюсь, там, потом протрезлюсь, в чем беда, все нормально, а этот меня оставит. Пошел в трактир и напился. Напившись, он потерял вот над собой вот этот контроль, о котором мы говорим, да, и впал в блуд с женой хозяина трактира. Когда хозяин трактира их нашел во время их, так сказать, прелюбодеяния, то он подрался с ним и убил хозяина трактира. То есть, получается, что началось с малого, казалось бы, да, с пьянства, окончилось убийством, все. Ну и, кстати говоря, тоже вот, когда слушал серию тех же подкастов, там тоже прозвучала очень такая странная статистика, что только 10% убийств в России, скажем так, да, там происходит по каким-то там очень таким странным обстоятельствам. 90% это бытовые убийства, там, ножами, сковородками, там, утюгами, то есть совершенно не из пистолетов, там, не какие-то там ничего, а это люди пьяные, которые, как бы, к сожалению, теряют контроль над собой, друг друга убивают. Поэтому, конечно же, церковь не запрещает употребление вина, но мы всегда должны помнить о том, что это такая скользкая горочка, и если вовремя не остановиться, то можно потом горько-горько плакать и сожалеть о том, что будет дальше. Следующий старец сказал, чревоугодие есть мать любодеяния. Ну, опять же, кстати говоря, недаром говорят, да, что путь к сердцу мужчины через желудок, да, то есть, как бы, ну, реально, если человек, так сказать, он всегда податливый на сладость, да, то есть, как бы, вот, услащение, все, то, конечно же, там, потом какое-то прикосновение, потом еще что-то, да, и недалеко и тяжкий грех. Еще сказал, воздерживающий чрево может воздержаться и от любодеяния, и языка. То есть, тот, кто умеет поститься, да, он и остальное может держать. А как вот сейчас пост закончился, и, ну, как бы, у нас у всех есть такое желание, и там, и то, и то, и то, и то, и то, вот, и вы, естественно, говорите, что не должно быть этого, но, по крайней мере, я вижу, что есть такая, как бы, потребность. Ну, тут, я думаю, что важно именно то, что даже когда день не постный, мы все равно должны знать меру, да, то есть, как бы, фактически у нас получается что? Что, например, есть пост, и, как бы, есть постные дни, есть не постные дни. В постные дни у нас есть диетические ограничения, скажем так, да, ну, и потом люди склонные, скажем так, к духовной жизни, да, они не только ограничиваются диетой, но и вообще, как бы, таким умеренным воздержанием и в других каких-то, да, там, развлечениях, в чем-то еще. Когда же нет поста, это же не значит, что вот, пришел и с утра до ночи сидишь за столом и ешь, ешь, и пока уже там у тебя уже ребра трещат, да, вот. Конечно же, тут тоже нужно знать меру, причем я бы сказал так, я вот, например, для себя обратил внимание, да, первые несколько дней после поста, смотрю, я начал потихонечку худеть, потому что скоромная пища, она насыщает быстрее, поэтому чуть-чуть поел и уже, как бы, все, да. А во время поста поел, окажется, что ты еще голодный. Ну, там искушение тоже, как бы, да, вот. Поэтому, конечно же, человек должен понимать, что неважно, постный день или непостный, но это же не значит, что не в постный день можно уподобиться животному. там, как поросятам, да, которые там на отруби бросаться. Вот, то есть и в дни постные, и в дни непостные нужно все равно сохранять умеренное воздержание. Причем, скажем так, обратите внимание, смотрите, вот человек, который занимается спортом, спорт это как некая, пост это как некая такая атлетическая дисциплина тоже, правильно, да, потому что по-гречески аскет, атлет, как бы, слова-синонимы. Вот. И подумайте сами, ведь реально спортсмен, у него могут быть, там, три тренировки в неделю, но это же не значит, что в другое время он там ходит, упивается, там, гуляет, там, объедается, там, да. Спортсмен как себя ведет? У него, когда день не тренировочный, он все равно за собой следит. Он следит за своей диетой, следит за своим поведением, да, он ничего не делает, чтобы повредило его, скажем так, прогрессу, да, потому что тогда получится, что в один день строим, в другой день разрушаем, да, такого не должно быть. И дни постные должны, как бы, только нам вот помогать, усиливать вот это наше самообладание, чтобы в дни не постные мы четко себе определили, вот столько я съел, и все, и спокойно, да. Да, 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 ну, конечно, да, чрево, оно тянет за собой, да, это такая веревочка интересная. Ну что, еще почитаем или будем заканчивать сегодня уже, 8.05? Почитаем, да? Там недалеко до конца главы. Да? Ой, да, давайте дочитаем до конца, да, я потом вас так заинтригую, следующее будет вообще здорово сказать. Старец положил себе не пить в продолжении сорока дней. Когда наставал жар, он мыл сосуд, наполняя его водою и привешивал перед собою. Когда братья его спрашивали, для чего ты это делаешь? Он отвечал, для того, чтобы при такой жажде более потрудиться и больше получить награду от Бога. То есть кто-то бы другой бы там убирал бы с глаз долой, но чтобы было далеко, а он там под носом у себя вешал, да? Ага, жажду, но не буду. Да, это больше подвиг, больше подвиг. Вот. Поэтому, конечно же, когда, например, наступает пост и у нас, вот ты говорила, да, про пост сейчас, пост-пост, но вот эта неделя сплошная, а на следующей неделе уже среда-пятница будут постами. Открываешь холодильник в среду, а там же будет все скоромное. И вот как раз это будет как у этого старца. Оно все под носом, оно все в холодильнике, но надо себя контролировать. Один брат находился в пути, с ним была мать, уже старуха. Когда они подошли к реке, старуха не могла перейти. Сын, взявший бафорий, обернул свои руки, дабы не коснуться тела матери. Таким образом, подняв ее, перенес на себе на другую сторону. Мать спросила его, для чего ты обернул руки, сын мой? Для того, сказал он, что тело женщины – огонь. Из того самого, что я прикоснусь к тебе, придет мне на мысль другая женщина. Вот так, видите, когда, то есть даже он. Ну, мафорий, скорее всего, это, видимо, как бы, а мафор вообще, это архиерейское облачение. Интересно, что здесь подозревается под мафорием, да? Монашеская короткая мантия, в виде капюшона или пиона. Ну, понятно, да, да. То есть, вот он завернул себе руки, да, и только так мать перенес. То есть, воздержание во всем, причем такое разумное, да, потому что, когда люди неразумно не воздерживаются, то, к сожалению, увы, это всегда приводит к греху. Это вот к тому, что не надо себя ставить в положении, где искушение будет непреодолимым. Да, почему, например, раньше считалось очень плохим тоном, когда люди, не состоящие в браке, куда-то там где-то были вдвоем одни. Сейчас у нас молодежь ездит там, да, по заграницам вдвоем там, не состояв в браке. Это было немыслимо век назад. Это было бы скандалом, да, потому что подозревалось бы под этим, что какое-то там нехорошее блудное сожительство или что-то происходит, да. Вот, если же люди ехали вместе, то там они там снимали отдельные номера, там рядом были какие-то свидетели, там еще кто-то, да, чтобы все было безупречно. Потому что тот же апостол Павел что говорит? Надо избегать даже вида греха, да. Может быть, человек не грешит, но если создается впечатление, что он грешит, понимаете, о чем я говорю, да, то тогда для младшего брата это будет большим поводом для падения. Причем, как бы кто-то увидит это и скажет, о, там, а вон эти ходят там вдвоем и ходят, ну и я пойду. Но эти там, может быть, не грешат, а этот не удержится, сломается и согрешит, да. Поэтому вот всегда должно быть такое очень благоразумное воздержание от ситуации, которые могут привести к следующим ситуациям, как вот он сказал. Один из старцев говорил, видел я в кельях брата, постившегося всю Страстную Седмицу. Когда наступал субботний вечер, он уходил в церковь, чтобы не вкушать. Вообще он ел только немного свеклы, или как свеклы, да, с солью и без масла. Вот. Ну, то есть, это просто такой, да, видите, какой подвиг воздержания. Говорят, что Иоанн Шанхайский в первой неделе Великого Поста и на Страстной Седмице ничего, кроме Святой Воды и Просфор, как бы, да, не вкушал, тоже очень строго постелся. Братья созваны были в скит очистить плетение. Один из них был болен от подвижничества, кашлял, имел мокроту и плевал. Слюна его против воли упала на одного брата. Последний возмутился в своем помыслие и думал сказать болящему, перестань плевать на брата твоего. Но чтобы победить помысл, он взял тотчас слюну и хотел ее съесть, но потом сказал самому себе и не ешь и не говори. О, так, этого немного графика, графика, простите, ребята, да, давайте мы пропустим это, будем читать дальше. Сказывали об Абвах, Амапамво, Виссарионе, Исаии, Паисии и Атри, беседовавших между собою. Пресвитер горы спросил их, как должны жить братья. Старцы отвечали, в великом подвижничестве и хранении своей совести от ближнего. Так, это хороший момент. Своей совести от ближнего. То есть, чтобы совесть не осуждала из-за ближнего, да, что как бы ты согрешил, ты смутил, ты обидел, да, то есть как бы никаким образом не быть предметом преткновения для твоего брата, потому что тогда совесть тебя будет осуждать. Старец сказал, богатство души, воздержание, стяжем его со смиренно мудрием, убежим тщеславия, матери зла. Еще сказал, хорошо питаться, как нищие, и паститься. Еще сказал, будем питаться словесами божественными, услаждаться сказаниями святых отцов, не питая чрева, но веселяйся духовно. Хорошо, ну что, заканчиваем, да, и под занавес интрига для всех вас. Следующая глава будет пятая, которая называется так. Разные повести к укреплению против восстающих на нас блудных браний. Вот так. Что, может быть, даже одну прочитать? Или не будем? Не будем, оставим. Хорошо. Ну что, чай будем пить? Все хорошо, все живы, все нормально? Хорошо. Да простят нас смотрящие, у нас с нами сегодня пять человек. Как же хорошо, что мы смогли избавиться от наших этих всех бандитов. Храни Господь, Христос воскресе всем!